Одиночество Пизанской башни в отсутствие туристов бросается в глаза, но это одиночество кажущееся. Башня требует ухода едва ли не еженедельного. Реставраторы с навыками альпинистов проверяют прочность всех элементов, как пилонов, так и внешнего декора знаменитого тосканского памятника. Мы пользуемся возможностью, чтобы проводить тут тренировочные занятия для реставраторов. Они могут и уже закрепить имеющиеся навыки и начать постигать специфику подобной профессии. Мечтаете стать реставратором, чтобы в тиши мастерских тщательно склеивать кусочки смальты знаменитых мозаик? Подумайте еще раз, может придется работать на всех ветрах, на самом верхотуре Пизанской башни, совершая поистине акробатические номера. Любовь к делу должна помочь преодолеть страх высоты. Сегодня таких реставраторов 8-4 женщины и столько же мужчин, при этом они не рассчитывают на обычные строительные леса. Путь наверх совершается с применением средств, которыми пользуются альпинисты. Вот когда уже взберешься и когда начнешь работать, а из опоры только страховой трос, вот тогда и наступает момент счастья, который поддерживается выбросом адреналина. Но и возможность взглянуть на это чудо в том ракурсе, который недоступен большинству, тоже дорогого стоит. Всегда лучше работать с напарником или напарницей. Одна пара глаз хорошо, две лучше. Плюс это безопаснее, поскольку коллеги могут подстраховать, и если что-то пойдет не так. Вид, от которого перехватывает дыхание, пьяца де Мираколя и расстилающийся за ней древний город, архитектурный ансамбль которого больше 30 лет значится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.